Привет, друг! Если ты нажал на этот видео, значит ты ищешь годный инвентарь за 20 голды. Я угадал? Сегодня ты увидишь годный инвентарь примерно стоимостью 20 голды, но я тебе желаю приятного аппетита и, конечно же, приятного просмотра. Но сначала мы пройдемся по пистолетам. И первый скин сегодня это G22 Inferno из коллекции Reval. Его цена варвируется примерно от 0.23 голды и за такую голду вы получаете достаточно красивый глок красного цвета с лепестками, в котором будет даже очень приятно играть. На юспе я взял такой скин как Faint из коллекции Fable. И его цена примерно от 0.19 голды. За такую цену вы получаете достаточно качественный раскрашенный юсп, с которым будет достаточно приятно ставить хэдшоты. На P350 я взял такой скин как Ралли из коллекции Reval. Его цена примерно от 1.14 голды. За такую цену вы получаете достаточно красивый P350, с которым будет приятно играть в ММ. Ну и сам по себе он достаточно классный, достаточно хорошо выглядит. На Teknen я взял такой скин как Аврора из коллекции Fable. Его цена примерно от 0.11 голды. За такую цену вы получаете достаточно красивый градиентовый Teknen, с которым будет достаточно хорошо играть. Ну и это единственный бюджетный Teknen, с которым можно приобрести. На F7 я взял такой скин как Tactical. Его цена примерно от DoFu Gold. За такую цену вы получаете достаточно красиво раскрашенный F7. Под японский стиль и под свой киберпанк фаната киберпанка заценит его. Ну, собственно, за такой и самый бюджетный F7. На Deagle я взял такой скин как Ace из коллекции Fable. Его цена примерно от 1.40 голды. За такую цену вы получаете достаточно красивый Deagle, как по мне, с которым будет приятно играть в игре. Да. Ну, самый бюджетный, по крайней мере, и красивый Deagle. На MP45 я взял такой скин как Pixel V2 из коллекции Fable. Его цена примерно от 0.17 голды. За такую цену вы получаете достаточно красиво раскрашенный UMP. Конечно, я могу взять Pixel 1, ну, первая версия, но он выглядит погано, вообще не очень красиво. Но Pixel V2 достаточно хорошая UMP, с которым будет приятно играть. На MP7 я взял такой скин как Tern из коллекции Fable. Его цена примерно от 0.05 голды. Это самый бюджетный MP7, за который есть на рынке. Сделан под зеленый сет, но зеленый сет вы не соберете, потому что нет зеленых ножей. Но за КТшником он будет достаточно хорошо смотреться с его перчатками. Так что, юзайте. На P90 я взял такой скин как Jungle из коллекции Fable. Его цена примерно от 0.05 голды. За такую цену вы получаете самый красивый бюджетный P90, с которым будет приятно играть. Дизайн этого скина достаточно классно сделан. Создатели постарались над ним, молодцы. Юзайте обязательно этот P90. И на АКР я взял такой скин как Vom из коллекции Fable. Его цена примерно от 0.34 голды. За такую цену вы получаете достаточно красиво раскрашенный АКР. Самый бюджетный. Я не знаю почему создатели решили назвать его Vom. Но вот этот рисунок, вот этот червь, он никак не похож на червя. Больше похож на дракона. Как по мне, это достаточно качественный АКР, так что обязательно берите его. На M4 я взял такой скин как Pro из коллекции Forrest. Его цена примерно от 2 и 25 голды. Достаточно красивый скин на M4. Достаточно самый бюджетный. Но обязательно юзайте его. На FNF я взял такой скин как Tactical. Его цена примерно от 6,5 голды. За такую цену вы получаете достаточно красивый FNF, с которым будет приятно играть в игре. И, по крайней мере, самый красивый и самый бюджетный FNF. На FNF я взял такой скин как Full из коллекции Reval. Его цена примерно от 1,49 голды. Из такой цены выложатся достаточно качественный черный FNF. С красными линиями, с белыми тоже. С Tactical он будет сочетаться даже очень хорошо. Так что берите его себе. На AKR12 я взял такой скин как Aurora из коллекции Reval. Его цена примерно от 0,22 голды. За такую цену вы получаете достаточно красивый градиентовый AKR12. С Tactical он будет сочетаться даже очень хорошо. Так же он называется так же. На M16 я взял такой скин как FACED из коллекции Foreos. Его цена примерно от 0,19 голды. И за такую цену получается достаточно, как по мне, качественный M16. Обязательно берите его себе в инвентарь. На AVM я выбрал такой скин как FENIX из коллекции Origin. Его цена примерно от 1,68 голды. За такую цену вы получаете достаточно красивый AVM, с которого будет приятно ставить киллы. Подходит под золотой сет, обязательно ждите ролик по поводу золотого сета. На M40 я взял такой скин как Beagle из коллекции Reval. Его цена примерно от 1,09 голды. За такую цену вы получаете достаточно красивый M40, с которого будет приятно делать киллы. И достаточно красиво выглядит. Обязательно берите его себе в инвентарь. На M110 я взял такой скин как Uber из коллекции Fable. Его цена примерно от 1,09 голды. За такую цену вы получаете единственный не стартрековский кубер, с которого будет достаточно приятно играть. Но для дробовика я выбрал такой скин как Blaster из коллекции Fable. Его цена примерно от 0,06 голды. За такую цену вы получаете достаточно красивый дробовик, с которого будет приятно делать киллы или вообще играть. Так что вы приобретайте его себе. Ну а цена нашего бюджетного инвентаря должен был получиться плюс-минус 20 голды. Я постарался собрал максимально годный инвентарь. Но цена нашего инвентаря равна примерно 20,25 голды. Так что обязательно приобретайте этот инвентарь. Надеюсь он вам понравится, будете играть с ним. Ну а с вами был я, Рэмс. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Обязательно ставьте лайк. Всем до скорого. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorz.